Открыл заседание коллегии глава администрации АЗОВа Владимир Ощупкин, который не только отчитался о результатах работы в прошлом году, но и сообщил о планах на 2020. Реализация намеченного напрямую зависит от наполняемости городского бюджета, который в свою очередь зависит от налоговых поступлений от юридических и физических лиц. В бюджет муниципального образования город АЗОВ поступило 564,2 миллиона рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году. Проводимая налоговая инспекция работа по собираемости налогов показала в целом неплохие результаты. Собираемость по имущественным налогам до 2019 года составила более 82%, что выше значение 2018 года практически на 5%. Тем не менее, существуют проблемы с собираемостью налога на имущество физических лиц, единого налога на обмененный доход и погашением недоимки в консолидированный бюджет области. Недоплаченные средства – это упущенные возможности для пополнения городской казны, а значит и решения социальных задач. Имущественный комплекс АЗОВа составляют земельные ресурсы, объекты нежилого фонда, переданные в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также 8 муниципальных предприятий. Бюджетное задание по эффективности использования муниципального имущества в 2019 году выполнено на 81%. При этом фактическое поступление средств в городскую казну – чуть более 80 млн. рублей. Земельные участки, переданные в аренду юридическим и физическим лицам, составляют около 7% от общей площади городских земель. В результате проводимой претензионной работы по сокращению недоимки за 2019 год удалось снизить задолженность прошлых лет на 40% и выполнить поручение губернатора о ежегодном снижении задолженности не менее чем на 30%. Свободные земельные участки – это потенциальный инструмент для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики города, а значит и резерв увеличения бюджетных доходов. По словам главы администрации, муниципальное имущество должно использоваться более эффективно, и это направление деятельности в 2020 году будет приоритетным. В целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств должна быть обеспечена устойчивость и сбалансированность городского бюджета. В результате проводимой бюджетной политики в муниципальный бюджет поступило доходов около 2,3 млрд. рублей, или 97,7% годовому плаву. По сравнению с прошлым годом доходы бюджета города увеличились на 222 млн. или на 11%, а расходы на 257 млн. рублей, или на 12,4%. Бюджет города по налоговым и неналоговым доходам за 2019 год исполнен на 99,5% к уточненному плану отчетного периода. В 2019 году по сравнению с предыдущим периодом поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось в основном за счет сокращения доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также доходов от арендной платы за участки, государственная собственность на которые не разграничена. Кроме этого, Владимир Ощупкин коснулся в докладе одного из главных в жизни города событий – благоустройства Петровского бульвара, на котором более 50 лет не было ремонта. К сожалению, невозможно отразить все актуальные для жизни города вопросы за отведенное для доклада время. Потенциал для развития города достаточно. Считаю, что особого внимания требует рост инвестиций, производительность труда, повышение заработной платы. Серьезная работа предстоит во всех направлениях экономического развития, социальной сферы и комфортной городской среды. Для решения общегородских вопросов социально-экономического развития, бизнесу и власти необходимо выступать солидарно с населением, правильно расставлять приоритеты направления развития, оперативно реагировать на критику и проявлять активную гражданскую позицию. По результатам деятельности в 2019 году будет сформирован детальный перечень поручений. О деятельности представительного органа отчитался председатель Азовской городской думы глава города Евгений Карасев, который отметил, каждое решение депутатов является важным, поскольку так или иначе отражается на жизни города и азовчан. В ноябре прошлого года принято решение, связанное с так называемой оптимизацией налоговых освобождений. Отменена льгота в виде полного освобождения от земельного налога по виду использования земельного участка земли для размещения объектов физической культуры и спорта, спортивные сооружения, находящиеся в муниципальной собственности. Одно из наиболее ответственных решений думы нового седьмого созыва о бюджете Азова на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Расходы бюджета города в первоочередном порядке направлены на выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. По словам председателя думы, утвержденный бюджет позволяет обеспечить достижение основных задач и целей муниципальных программ. Татьяна Ивашенко, Александр Кучец, Азов.Инфо.